Но, чтобы уж прославить себя в веках, скажу, что тогда 5 июля я заявил следующее. Я сказал, что пресса додавит Байдена. Помните, сначала Байден плохо повел себя на дебатах. И все сказали, вау, какой ужас. Это было за неделю до 5 июля. Потом на следующий день я с вами обсуждал статью в New York Times. То есть сначала плохое поведение Байдена в четверг вечером на дебатах. В воскресенье я с вами обсуждаю статью в New York Times. Это был еще конец июня. Обсуждаю статью, где говорится, что New York Times редколлегия призывает Байдена уйти в отставку с кандидатов в президенты США. Помните такое дело? И тогда я сказал, пресса настоящая четвертая власть в Америке, в отличие от нас. И потом за неделю появляются еще две новости. Вашингтон пост, который говорит, что Байден решил после восьми вечера спать. Помните, я такое говорил? Байден решил после восьми вечера всегда спать, сказал я. И поэтому, сказал я, у Америки, получается, не будет президента. Америка не может править миром, если президент после восьми вечера спит. Потому что там утро, там день, на Тайвань напали, а Байден спит. Так не годится, сказал я. И журнал «Икономист» опубликовал первое статью, разгромную, с призывом к Байдену уйти. Второе журнал «Икономист» поместил на обложку вот эти, ну а-ля костыли, что ли, с гербом Америки, показывая, что, мол, такой президент нам не нужен. И вот, что я сказал в тот день, 5 июля. Я, наблюдатель со стороны, не проживающий в Америке, никакой не гражданин США, сегодня меняю свой прогноз. Я все время говорил «Байден до конца», но сегодня я меняю свой прогноз. Я смотрю на это давление прессы, и я узнаю, узнаю брата Колю, это цитата из «Золотого Теренка», если что. Узнаю, как давили на американское руководство разными способами, чтобы нам дали военную поддержку. Помните это давление? Оно сработало. Додавили и Трампа, и Джонсона. Пресса тогда додавила. Мне кажется, пресса додавит сейчас Байдена. Это я сказал 5 июля. Потому что каждая такая статья убивает его шансы на победу. Он потерял 1,5% рейтинга на дебатах, еще 1,5% на статье в New York Times, еще 1,5% на сообщении в Washington Post, что он будет спать рано ложиться, еще 1,5% на икономисти на обложке. И я думаю, сказал я тогда, что Байден все-таки снимется с выборов, и что в ближайшее время нам нужно будет ждать красивую речь Байдена об этом. А теперь сравниваем, собственно говоря, пока вы ставите лайки, пока вы ставите лайки этому видео, пока вы подписаны на канал Штельман, как на канал самых великих прогнозов в интернете, как видите, я зачитаю заявление самого Байдена. Извините, я ее читаю впервые полностью, поэтому могу сбиваться, путаться в английском. Да простит меня, да блес, год блес Америку и мой английский язык. За последние три с половиной года мы совершили огромный прогресс, как нация, говорит Джо Байден. Сегодня Америка имеет сильнейшую экономию в мире. Мы сделали историческую инвестировку в восстановлении нашей страны, в увеличивающую прескрипцию, в увеличивающую цену. Короче, мы тут сделали огромные шаги для всего мира и для усиления нашей экономики. И тут же начинать перечислять. Вот заметьте, мне кажется, это не письмо здорового человека об отставке, потому что что он ставит себе на первое место как достижение, на первое место? Историческая инвестиция в то, чтобы снизить цены на лекарства для пожилых людей, которые выписываются по рецепту, и на то, чтобы был affordable health care, то есть общедоступная система медицинского обеспечения, для рекордного числа американцев. Вот начало, да, письма. We have provided critically needed care to a million veterans exposed to toxic substances. Короче, еще для каких-то ветеранов, миллионов, мы поставили что-то там очень важное. Past the first gun safety law. Впервые приняли закон, впервые за 30 лет, о безопасности пистолетов. Appointed the first African-American woman to the Supreme Court. Впервые назначили афроамериканку в Верховный суд. And passed the most significant climate legislation in the history. Понимаете? И приняли самое значимое законодательство в области сохранения, как это, борьбы с, короче, с глобальным потеплением в истории человечества. Америка никогда не была... Never been better position to lead than we are today. Никогда Америка не была в лучшей форме и не была более лидером, чем сейчас. I know none of this could have been done without you, the American people. Я верю, что это невозможно было сделать без вас, американские жители. Together we were come and once in a century pandemic and the worst economic crisis since the Great Depression. Мы преодолели вместе пандемию и преодолели самый великий экономический кризис с Великой Депрессией. Вот тут Байден прав. Только позавчера была статистика, тот же Олег Ицхоки озвучивал, что инфляция снизилась до 2%. То есть действительно при нем был преодолен этот самый экономический кризис. Это чистая правда. Мы спасли нашу демократию, защитили. Молодцы. И мы помогли нашим союзникам по всему миру. Да-да, особенно афганцам. Это был самый большой челлендж, вообще самое большое достижение в моей жизни – служить вашим президентом. And while it has been my intention to seek re-election, I believe it is the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as president for a reminder of my term. То есть это было самым большим вообще достоинством служить. И я хотел избраться. Но я верю, что в интересах моей партии и страны снятся с выборов. Поэтому я сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента, а кандидатов в президенты больше не буду. Я подробно выступлю перед народом потом, но не сейчас. Пока письмо, потом подробно выступлю. For now, let me express my deepest gratitude to all those who have worked so hard to see me re-elected. I want to thank Vice President Kamala Harris for being an extraordinary partner in all this work. And let me express my heartless appreciation to the American people for the faith and truth you have placed in me. Короче, спасибо Kamala Harris, что помогала мне переизбраться. Спасибо американскому народу. I believe today that I always have, that there is nothing America can do when we do it together. We just have to remember we are the United States of America. Что, ну вы поняли, да, в общем горжусь страшно. Что меня в этом заявлении ущает, честно вам говорю. Сразу вам говорю. Вот нас 7 тысяч человек, нас никто не слышит. Вы заметили, я сегодня получил подарок из Лос-Анджелеса. Я вам все про него рассказывал в предыдущем стриме. Этот подарок, не рассказал вам про этот журнал Time, помните, который на обложке был президент Зеленский и украинский народ, героический народ Украины. Я получил подарок из Лос-Анджелеса, и одна из частей этого подарка – это вот эта скромная футболка. The Golden State, видите? The Golden State, Калифорния. The Golden – о, Господи, там видно, что у меня желтые трусы. Но желтые трусы у меня не случайно, сразу скажу, это не в честь Барака Обамы, это потому, что я вел, как вы помните, стримы с футбольных матчей. Там я купил полную форму сборной Украины по футболу, желтые футболки я перед вами выступал, а желтые трусы, ну, что мне с ними было делать? Вот теперь хожу по улице в желтых труселях. Итак, The Golden State, Калифорния. Поймите, это намек. The Golden State, Калифорния. Почему намек? Объясняю. Значит, почему, вот странная, согласитесь, странная форма вот этого вот, странная форма. Сейчас забаню кого-нибудь для разнообразия, а то Байден ушел, и еще кто-то, еще из вас уйдет. Странная форма ухода в отставочку. Заметили, какая странная форма ухода в отставочку? То есть я сообщаю сейчас, что ухожу в отставочку, но подробности потом в письме. Нормально, нет вообще? Нормально? Странная история. А почему обращения потом, а не сейчас? Ну вот вспомните, ну представьте себе, да, Ельцин бы написал в 99-м, когда он пропихивал Путина, он бы сначала написал письмо, что он уходит, а потом, только уже в Новый год, сказал бы, я бы ухожу. И в чем интрига тогда? И кто тебя слушать будет тогда, кому это интересно? Что это за двухсерийный подход? Вот мы сегодня обсуждали программу Бориса Джонсона, и он там сказал, в два шага, в два шага, в два шага. А тут тоже в два шага он решил в отставку. А я вам расскажу, почему такой перерывчик-то. Между первой и второй перерывчик небольшой. Пункт первый, который мне вообще не понравился, не понравился, но его еще можно исправить. И я надеюсь, нет, это не мой прогноз, это моя глупая надежда. Конечно, для Байдена, я сейчас говорю как политтехнолог, вот считайте, что я политтехнолог Байдена. Я не за Трампа и не за Байдена и не за кого. Я рассказываю как политтехнолог, мне за державу обидно. Вот если бы сегодня Байден заявил, что он не просто уходит из предвыборной гонки, а что он уходит в отставку с поста президента, что бы было? Объясняю. Президентом бы стала Камала Харрис в этот день, не исполняющим обязанности, а прямо президентом. Помните, как Путин стал исполняющим обязанности, Ельцин? А тут это был бы именно полноценный президент Камала Харрис. И у нее было бы 4 месяца, ну хорошо, 3,5, на то, чтобы в течение 3,5 месяцев уже с поста президента действующего бороться за свое избрание. Мало бы нам не показалось, поверьте. А сейчас получится некое двоевластие. Вот есть Байден, который царствует, но не правит. То есть Байден говорит, я буду до конца сидеть, я на этих пяти аршинах сижу и буду сидеть. И получается, что до января месяца Байден еще президент, но потом точно не президент. Это уже не хромая утка, это уже утка по-пекински, понимаете? Реально жареная, подстрелянная утка по-пекински. Президент, который точно все знают, что в январе уже смывается. Странная история, правильно? И при этом одновременно есть второй человек, который кандидат в президенты. И он как бы другой. И представьте себе, появляется замечательный кандидат в президенты. Видите? The Golden State of California. Замечательный кандидат в президенты и замечательный кандидат в вице-президенты. Ведь теперь получается, если Камала Харрис кандидат в президенты, то какой-нибудь губернатор, ну не знаю какого штата, становится в этот момент кандидатом в вице-президенты. Или же наоборот, Камала Харрис остается кандидатом в вице-президенты, ну чтобы преемственность власти обеспечить, а кандидатом в президенты становится какой-нибудь губернатор какого-нибудь штата. Не знаю какого, я угадать даже не буду пытаться, понимаете? Не буду пытаться угадывать. Ну что мне заранее тут что-то угадывать? Чувствуете разницу? Да, двое сразу пойдут, получается, одновременно на эти выборы. Ну Байден идет, он как бы президент. И представьте себе, Байден упал со стула, с трапа заснул. Забыл как зовут Трампа, забыл как зовут их собственного кандидата в президенты, как зовут их кандидата, забыл до какого числа он президент. Его приходят выгонять из Белого дома, он говорит, я не помню где я живу. Но будет некрасиво, неаккуратно, согласитесь. Это будет ухудшать шансы демократического кандидата. То, что есть действующий президент, который не помнит, как зовут министра обороны. Потому что все равно все будут смотреть и смеяться. А вот если он ушел бы в отставку на этой неделе, сказал бы, я ухожу с поста президента США, и у нас был бы новый президент Камала Харрис, и новый кандидат в вице-президенты, мы бы получили огонь, 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 огонь на этих выборах. И тогда праздник бы только начинался. Вот понимаете, да, все это противостояние Трамп-демократ, оно бы только началось сегодня. Но один из прогнозов, который я сделал, как вы заметили, это то, что нас ждет огненная речь. Вот эту речь и будут готовить политтехнологи в ближайшие дни. И я это спрогнозировал 5 июля. И эту речь мы, конечно, с вами послушаем. Вот так вот. Если Камала, то какие у нее шансы против Трампа, спрашивает Наталья. Надо смотреть заново все, объясню. Все, вот мы сейчас дождемся 10 тысяч зрителей, я вам объясню, да нет, объясню сейчас. Дело в следующем, что все прошлые прогнозы от ним отменяются, все прошлые опросы отменяются. Потому что по прошлым прогнозам Камала Харрис обходила Байдена на несколько процентов. То есть она на несколько процентов выступала лучше, чем Байден в этой гонке против Трампа. Но она не была кандидатом. То есть когда говорят, а если она станет кандидатом, то тогда... А это другое кино сразу. Вот все сейчас прогнозы можете стереть, выбросить, забыть, delete, cancel. Все рейтинги, все опросы по штатам, все по черту, все сметается со стола. Это в Чапаева мы играем, понимаете, сейчас. Все сметено со стола, все фигуры. Все до свидания, все сначала. Теперь все будет зависеть от того, что скажет Байден на этой неделе. Кто, собственно, потом еще демократическая партия должна, между прочим, кого-то утвердить кандидатом. Нас ждет горячий. У нас и так горячий июль. И горячий август планировались по температуре и по отсутствию электроэнергии. Нас ждет горячущий политический сезон, ребята. Поздравляю вас всех. Мне, к сожалению, надо бежать. У меня дела. Я не мог не выйти в этот эфир. Я посвятил ему ровно сколько смог. 20 минут. Но я должен был, первое, похвастаться, как я это предсказал. Второе, сказать вам, у нас впереди великие дела. Завтра приходите смотреть Шатерман за сегодня. Потому что к тому времени появятся тысячи комментариев, которые я уже все использую, переработаю, переварю. И подам вам на горячем блюде, как утку из-под кровати Байдена. Как стыдно мне за то, что я сейчас такую гадость сказал. Сплошной эйджизм. Прямо неприлично. Все. Спасибо большое. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok